Сколько осталось до начала Олимпиады в Сочи, в Нижнем Новгороде больше не знают. Об этом позаботились вандалы. Я напомню, в феврале на площади Горького торжественно были запущены часы, которые отсчитывали время до Олимпийских игр. Часы, кстати, тогда называли антивандальными. Но досчитать этим часам не дали. Вчера вечером неизвестные их разбили. Вот здесь вот табло висело, показывали, сколько осталось времени до Олимпиады. Вот здесь его сорвали. Я думаю, это просто идиоты сделали, потому что такого протеста быть не может. Это просто вандализм, это просто хулиганство. Совести нет просто людей, верно ведь? Мы ждем Олимпиаду зимнюю, строим что-то, готовимся. Вот я в 64-м году завоевал право выступать на Олимпиаде в Токио, но не поехал. Вот сейчас жалею очень. Я рад тем людям, которые стали олимпийцами. Это гордость. А некоторые есть, оказывается, говорят, что не нужно. Ну, в голове не укладывается. Мне кажется, это просто хулиганье, потому что люди, которые против Олимпиады, они более зрелого возраста, и они не будут такое делать. Да просто, наверное, хулиганы, да и все. Никому они не мешали, горели, горели. Не знают, куда одеть себя, куда руки свои приложить на благо общества. Решили таким образом себя проявить. Ну, сейчас многие нормальные, все памятники рушат, вот это тоже вот рушат. Может быть, им кажется, что елку из-за этого не поставят. Очень неприятно, что есть такие у нас горожане. Кстати, в полиции нам заявили, что комментировать произошедшие не будут, так как заявлений о порче часов не поступало. Городские власти также отказывают в комментариях, ссылаясь на то, что торжественную церемонию по открытии часов проводило представительство президента. А в полпредстве сообщили, что это компетенция федерального инспектора. Последний, несмотря на отправленные нами запросы, тоже ничего комментировать не хочет. В общем, кто будет искать вандалов, а кто восстанавливает часы, неясно.